Дарья Поверинова репетирует очень тщательно, добросовестно, с душой. Так говорят театральные режиссеры о театральных репетициях Дарьи. О цирковых же репетициях они говорят намного короче. Почему нас на них не пускают? А действительно, почему? Давайте посмотрим на репетиции Дарьи Поверинова. У меня остался, с одной стороны, самый простой, наверное, жанр, с другой стороны, непростой жанр – клоунад. Вот это снимать! Вот это снимать? Угу. Хорошо. Хрящ! Пам! Хрящ! Пам! Все знают, что ребенок – это как животное. Если животное оказывается на сцене, его переиграть невозможно. Потому что их непосредственность, их открытость детская, их юмор и какие-то, особенно цирковой ребенок, сложная задача, чтобы меня теперь Сашка не переиграла, чтобы мы с ней были равноценных партнера в номере. То, что я услышала на последней программе, то, что сказал один из членов жюри, что клоуны не надо играть, клоуном надо быть. Вот это самое сложное. Ну и рассмешить зал всегда очень сложно. Это сложнее, чем трагедия, чем драма. Каша, осторожно! Каша! Ну, конечно, я хочу, чтобы номер получился, чтобы номер понравился зрителям. И я уже хочу, чтобы жюри мне поставило 40 баллов. Очень хочу. Последний раз Россия смеялась над русской драматической актрисой, когда великая Вера Федоровна Комиссаржевская по ошибке села не в свой тарантас. Дарья Поверенова решила возродить давно забытые традиции. Встречайте, Дарья Поверенова, клоунада! Итак, друзья, Дарья Поверенова, номер клоунада. Пьяная женщина со своей дочерью спит в одном из парков круглого города. А здесь у нас это... Здесь Александра Емелина. Между прочим, первый раз дебютирует она сегодня. Первый раз вышла на маниш. И вдруг бездомные женщины поняли, что они оказались в самом центре манежа. Мало того, в шоу «Цирк» на первом. Для начала веселая пробежка. Мне, в принципе, уже достаточно, Борис. Но будет и еще номера. Мало того, в шоу «Цирк» на первом. Немножечко в Дарья Поверенова сейчас штаны будто бы спадали. Видимо, какой-то ждет нас сюрприз со штанами. От кого зависит, насколько четко срабатывают реквизиты костюм? От артиста или от того человека, который помогает ему заряжаться? Ну, во-первых, это зависит от того, кто изготавливает этот костюм раз. Потом от тех, кто заряжает. Ну, заряжает, в принципе, сам артист. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Борис, вот глядя на этот номер, можете ответить? Почему «Кволнадо» является самым сложным жанром цирка? Наверное, потому что клоуном человек может быть, только прожив определенный отрезок жизни, испытав какие-то жизненные ситуации. Потому что все остальное – это просто комик. Потом, вы же знаете, человека расстроить гораздо легче, чем это смешно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Удивительные навыки демонстрирует нам Александра Емелина. Ну и не мудрено с такими родителями – Ирина Простецова, Алексей Емелин. Плюс еще дедушка. Я имел в виду Петра Простецова, народного артиста России. Безусловно. Между прочим, его подопечные, собаки, уже принимали участие? Да. У нас они выходили вместе с Ириной Чащиной, друзья. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну вот, кульминация номера – дочь, обливающая водой свою мать. Иван, дочь говорит, я просто пошутил. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Дарья Поверенного и Александра Емелина. Дарья, представьте, пожалуйста, свою коллегу очаровательную. Моя очаровательная коллега – Александра. У нее сегодня… Александра Емелина, между прочим, это продолжатель династии цирковых клонов Емелиных. У нее сегодня дебют. Она первый раз вышла на манеж! Давайте Александру поздравим. Александра, позвольте задать вопрос вам. Вам понравилось работать с Дарьей на манеже? Конечно, очень понравилось. Какие сложности были у вас во время репетиции? Какой трюк давался тяжелее всего? Никакой. Никакой, я так и думал. Спасибо огромное. Ну что, Дарья, возможно, поздравить. Клуна досталась позади. То, что вызывает наибольшее волнение у наших участников. Осталась маленькая, маленькая только деталь. Нам остается посмотреть на оценки наших судей. Пожалуйста, уважаемые судьи, выставляйте оценки. Оценки. Вы отказываетесь выставлять оценки? Я хотел бы, выставляя оценки, говорить, если вы позволите, Иван. Вы можете одновременно с этим жонглировать и дрессировать тигра. Все, что хотите. Вот это оценка Александре. Аскольд. Да достаточно, мы поняли. Передавайте микрофон. Вот это, к сожалению, оценка Даши. Даша не показала того, что нужно было увидеть на манеже. А что нужно было увидеть? Вы знаете, это жутко сложный жанр для женщин особенно. Потому что смеяться над женщиной, вот, к примеру, женщина, которая раздевалась сегодня на манеже. Ну почему же? Мне не хотелось над ней смеяться. Мне хотелось ее куда-нибудь сегодня вечером пригласить. А там уже вдоволь насмеяться. Ну это уже по ситуации. Но, к сожалению, Дашенька, вот такая оценка за то, что я увидел сегодня на манеже. Ой, да, сложно. Сложно, потому что я раздвоилась так же. Дашка правильно взяла девочку, абсолютно. Девочка гениальная. А ты, Дашка, ты драматическая героиня, трагическим началом. Клоунада не твой жанр. Поэтому молодец, что ты помогла девочке исполнить сегодня дебютный номер. Друзья, известные случаи, особенно эти случаи происходили на шоу «Цирк со звездами», когда подрастающее поколение помогало нашим участникам. И, между прочим, Сергей Белоголовцев в акробатике, если я не ошибаюсь. Я понял свою ошибку, я поменяю, с вашего позволения, оценку. Потому что я понимаю, что такое работать в команде, что такое работать в дуэте, в трио. Когда люди говорят тебе, а мы не увидели актрисы, мы видели маленькую актрису. Ну-ка я угадаю, кого вы показали сейчас. Я считаю, что надо оценивать все-таки номер. Номер был хороший, мне было смешно. Даша, спасибо. Вот чуть-чуть бы еще и вообще было просто... 11. Спасибо огромное. Сергей Белоголовцев, браво. Спасибо. Дарья, противоречивое мнение судей не мешает зрителям аплодировать вам. Спасибо огромное. Дарья Поверенова, Александра Иберина. Главное. Они сработали как партнеры на 5 с плюсом и сказать то, что, ну вот, вы понимаете, вы такая красивая, а что же мы можем сделать? Ухудшить ее? Я не собирался. То есть я считаю, что надо было играть на ее красоте, милости. Вышло два милых человека, маленькие и взрослые, сыграли абсолютно не тянущие друг на друга одеяло. Сыграли определенную историю. Если девушка облилась, то она хочет снять одежду, и они... Ну и что? Ну мы как-то ожидали определенного такого высказания. Да, но мы получили удовольствие, потому что я получила огромное удовольствие от работы с лёжкой, с лёжкой, с сырой. Поэтому я довольна. АПЛОДИСМЕНТЫ